Противник находился примерно отсюда, в километрах 10, в ту сторону. Но прорыв был достаточно неожиданный. Немцы подскочили буквально сюда на своих машинах, на танках и просто-напросто расстреляли эту деревню. Брыкино. Деревню с таким названием уже не найти на карте городского поселения Кубинка. В начале прошлого века в ней проживало 39 человек. 25 октября 1941 года Брыкино заняли немцы. Упорные бои за деревню велись вплоть до начала января 1942 года. За это время она не раз переходила из рук в руки. Здесь бойня была очень жестокая. И не дай бог ей повториться. И очень сложно на словах это воспроизвести. Можно говорить сколько угодно. Но это нужно ощущать было самим тем, кто здесь лег, кто потерял эту деревню, которая родилась. Не менее печальная история деревни Болдина. На момент наступления немецких войск в ней располагался госпиталь. Захватчики расстреляли его вместе с ранеными из танков. Акция эта посвященная деревням, убитым войной, которые после войны не смогли восстановиться. Люди сюда не смогли прийти. Видите, сейчас на месте этой деревни у нас поле. На месте Болдина тоже у нас поле. Юноармейцы готовились к акции не один месяц. Непосредственно перед установкой памятные места осветил отец Андрей. Ребята изготовили столбы собственноручно. Я вызвал себя добровольцем, брату помогать. Мы приехали, нам сказали, вот это ваша задача. Сказали, хорошо, все, три столба, быстро покрасили, и все. Закупленный был непосредственно материал. Ребята его собирали, соответственно, потом красили. Последний момент, это прошлую пятницу, когда мы руководителями проехали по этим местам, в двух местах в дальнейших уже готовы шурфы. Впереди у юноармейцев большие планы. Проект по установке памятных столбов планируется полностью завершить к 2021 году. А в ближайшее время ребята приступят к созданию мемориала в деревне Агафонова. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова